На линии Вашингтон, на связи Андрей Андреевич Пянтковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Роман. Андрей Андреевич, ну вот прошлую неделю мы с вами пропустили, по моей вине, и вот тут надо разобраться, какие у нас тут новые тренды. С одной стороны, масса международных встреч, переговоров, все на высшем уровне с участием или с первой скрипкой президента Украины. С другой стороны, Владимир Путин с так называемым планом мира, соглашайтесь сегодня, потому что завтра будет поздно. Ваше мнение, что так засуетились эти, извините, кремлевские крысы, которые нам грозят всеми карами небесными, хотя, честно говоря, сказать, что нас можно еще чем-то напугать после всего того ужаса и горя, который принесла Россия в Украину. Ну, кстати, вот спектр этих кар небесных, которыми они грозят, он и значительно изменился. И та же Машка Захарова. То они грозили, что британские острова рухнут в пучину Атлантического океана, то, помните, был такой чистенький старичок Сивков по моему фамилии, который каждый раз, когда его допускали к микрофону, рассказывал, что надо ядерную бомбу в Йелстонский национальный парк бросать. Там происходит основной разлом американского континента. Нет, сейчас они грозят, а мы будем убивать. Если бы посмеять британские и французские военнослужащие оказаться на территории, мы их будем убивать. Ну, слушайте, люди там воевать приедут. Для того, чтобы вас убивать, и самим, может быть, погибнуть в борьбе. Это война. Или мы будем, особенно меня меняет, конечно, они уже понимают, что эти самолеты, которые окажутся в Украине, западные, они будут базироваться в основном и на аэродромах Румынии и Польши, а мы будем бить по аэродромам. Ну, так, миленькие мои, этого мы все и хотим, это и ждет. После первого вашего удара по румынскому аэродрому все силы НАТО будут брошены против вас. Андрей Андреевич, тут в этом отношении, я хотел спросить, не боитесь ли вы один российский корабль и подводную лодку, которые причалили к кубинским берегам? Это тут позиционируют, ну, тут, в смысле, в России позиционируют, как просто какой-то, ну, вот эта вот рука, которая тянется к горлу. Это скорее поведение, есть такие больные люди, которые вот на улице член вынимают из ширинки. Вот мы видели кучу этих членов, медленно откуда-то поднимается ствол Искандера, нам показывают, это все абсолютно-абсолютно пустое. Он превратился в пешмешище своим ядерным шантажом. Об этом прямо говорят и генеральный секретарь НАТО, и премьер-министр Латвии на обсуждение в парламенте закона, который позволяет латвийских военнослужащим отправляться на войну в Украине. Одними словами они смеются, да он к нам каждую неделю собирается что-то, кого-то уничтожить ядерным оружием. Но самое главное, вот мы с вами успели перегинуться перед эфиром, мы тоже заметили некое изменение настроения пропагандистской в сети Шушера. У них паника. В общем, это началось после двухходовочки Макрона, когда, во-первых, он сказал, что он собирается посылать французские войска в Украину, и что целью Франции и ее ближайших союзников является нанесение безоговорочного поражения России, Путин стандартно так решил попугать ядерным оружием и нарвался на второй ход. А, между прочим, господин Путин сказал, вот вы мне гордитесь, что вы ударите. Я, кстати, сообщаю, что мои военнослужащие уже принимают участие в боевых действиях в Украине, так же, как и британские. Мы помогаем обслуживать эти длиннобойные ракеты с шейдер британские и наши скалипы, которые мы поставили. А, кстати, насчет ядерных ударов, я просто напоминаю вам, что Франция тоже ядерная держава. Но вообще это вызвало шок в российской пропагандистской кухне. Ну, зет-патриоты не понимают, не понимают, почему Франция до сих пор не уничтожена ядерными ударами. А почему мы не нанесли, ну, хорошо, пусть не ядерными, почему мы не нанесли еще удар нашим кондициональным оружием, теми вопросами, у которых нет аналогов в мире и так далее. В очень тяжелом положении оказался Путин перед своим, так сказать, своими вот этими 10-15% населения, по моим подсчетам, которые являются зет-патриотами такими. Они не понимают своего фюрера, не понимают. И, собственно, они у него требуют за базар ответить. Они выросли, они, вот, это люди убеждены были, что вот-вот начнем ядерными бомбами кидать. Вот пришел момент, кидай, а что же, а что делает Путин? А он вызывает сумасшедшего Караганова, который ведет с ним беседу, и изображает при Караганове такого мудрого, сдержанного государственного деятеля, который говорит, да, конечно, ядерное оружие это у нас есть, но нет для этого никаких оснований. Мы же не проигрываем войну, мы проигрываем ее. У нас нет оснований принимать ядерное оружие. Это для кого рассчитано? Это не на Запад рассчитано было. За Запад он как хотел пугать, так и продолжает пугать. Пугалки вот с этой дурацкой посылкой подводной лодки. Это к своей аудитории. Он должен объяснить своим злым патриотам, рвущимся к рику, уничтожить их, раздавить, превратить в пепел. Радиоактивный. Да, пусть все сдохнут, а мы в рай. Не это он объясняет. Нет. Это не... Все нормально идет. Мы выигрываем конвенциональную войну. А мы помним, Путин-то сам знает, что он сам... Я тысячный раз повторяю, меня за это опять будет критиковать. Его знаменитое признание на пресс-конференции с Макроном последней, по-моему, 6 февраля 22-го года, за две недели до начала крупномасштабной войны. Он был в полной эйфории. Только что вернулся из Пекина, где товарищ Си подтолкнул его к этой эйфории, исходя из своих мотивов. Он уже видел себя через неделю в властелином мире. И он тогда сказал, да, 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 мы понимаем, что мы говно, что мы уступаем в конвенциональном оружии, но мы готовы, у нас там ядерный супер-пупер и так далее. А помните, через несколько дней после того, как Макрон его опустил, с этим ядерным шантажом, была такая сценка. Помните, где-то он за спинами военнослужащих вещал. Да, 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 вещал. Да мы что? Мы никто же, мы же дерьмо. У нас весь военный бюджет, там 100 миллиардов долларов, в одной в Америке там триллион. Ну как мы можем тягаться с НАТО, что вы? Он был в шоке тогда. Но сейчас немножко, немножко, немножко пришел в себя и решил заняться делом. Он понял, что вот эту войну, которую он задумал, ну, помните, ультиматум, 20-30 странам НАТО, собирайте монатки, убирайтесь вон. Эту войну он проиграл, проиграл, потому что Макрон обнулил его основной инструмент, ядерный шантаж. А теперь у него встала другая задача. Кстати, если бы он был настоящим шахидом, то, конечно, на такие гнусные оскорбления Макрона он ответил бы ядерным ударом. Но какой же он шахид? Он и занимается сейчас... Смотрите, чем он занимался, кроме вот этой беседы с Карагановым на книжеском форуме. Там вся российская элита занималась передачей своего громадного богатства и власти по наследству, по наследству. Детишки Ковальчуков, детишки Патрушева получили большие посты власти, деньги. И женщина номер один, и женщина номер два тоже продвигались. Женщина номер один вообще миллиардерша стала. Она же у нас занимается, может, она занимается проблемами бессмертия. Ведь это давно известно. Это кто, простите? Женщина, женщина... Екатерина, ну как, вы не помните, Путина на своих дочерей называют женщину номер один, женщину номер два. Екатерина Тихонова. Миллиарды, миллиарды долларов уже 10 лет тратятся на какие-то институты бессмертия, лично для Путина. А сейчас все эти миллиарды положены под руководство, под директорство Екатерина Тихонова. Вот еще на обыденными делами занят эти шахиды. Кеннин, Шарту, Шахиды. Сейчас у него другая задача. Он понял, что войну он проиграл. Ту войну, которую он объявил своему народу, победу над Западом в Четвертой мировой войне. Как и Иванович, поражение в Третьей холодной. Теперь его задача другая. Остаться у власти, потерпевшей поражение в стране. И остаться у власти, это значит остаться в живых. Поэтому сейчас вся его стратегия направлена на том, чтобы достигнуть какого-то перемирия при остановке огня и продать этому своему населению как, ну, по крайней мере, почетную ничью. Ну вот, с этим... Андрей Иванович, тогда возникает вопрос. Ничья, но в пятницу прошлую, как же он высказался, отдайте просто, отдайте нам 4 области, плюс автономную республику Крыма, ну и дальше его хотелки. Так, слушайте, он очень неудачное выступление. Он подорвал всю игру всей своей агентуры. На Западе же полно у нас здесь в Вашингтоне и полезных буржуазных идиотов, и прямых его агентов, которые давно уже предлагали, вот, смотрите, как ужасно гибнут люди, нужно остановиться, прекращение огня на линии соприкосновения сторон и вести переговоры. Ну вот он... А он им просто подробил все их позиции, потому что, как Вы правильно заметили, он приступил с беспрецедентным в истории мировых войн, мирным предложением, он сказал, я вот убил у Вас уже десятки, а может быть сотни тысяч людей, разрушая Ваши города. Но мне никак не удалось взять два важных города, Запорожье и Херсон. Так вот, пожалуйста, выведите, быстренько, быстренько, выведите еще украинские войска из Запорожья и Херсона, пустите меня туда, и тогда, значит, я, может быть, соглашусь на прекращение огня. Ну, это бред сумасшедшего. То есть он достаточно адекватен, чтобы понять, что его ядерный шантаж провалился, и нужно искать какое-то перемирие, которое он продаст как ничью. Но он абсолютно неадекватен относительно реального положения дела на фронте, и о каком перемирии может идти речь. Андрей Андреевич, тогда возникает вопрос, а зачем тогда он это все озвучивал? Ну, то есть есть мнение, что, типа, вот моя переговорная позиция такая, ну, давайте тогда договорим посередине, по линии фронта. Может быть, вот в этом смысл? И вот в продолжение, как Штаты реагируют на это? Штаты замечательно реагируют. В отличие от вот реакции в течение двух лет войны, я скажу, он подорвал позиции вот этой пророссийской партии внутри Соединенных Штатов. Штаты реагируют, ну, не так, как Франция, но Штаты реагируют правильно. Вот это, правда, было до еще его, до его дурацкого выступления, но вот он, главное, не понимает изменившееся состояние умов на Западе. Вот серия встреч прошла всей высшей западной политической верхушке, на всех из них присутствовал Зеленский, он же стал там родным человеком, по-моему, не вылезал из Большой Семерки. Первой была нормандская встреча, куда, конечно, русских не пригласили, в 80-х годовщины выстрел в Нормандии. И, конечно, это был очень подходящий исторический фон для осознания того, что творится в мире сегодня. И ведь основной рефрен всех выступлений и того же Макрона, и того же даже дедушки Байдена был такой, что, ну, если, может быть, эти слова буквально не все произносили, но смысл был такой. Нормандская особенно форма встречи там на Амаха-Бич. Путин – это Гитлер сегодня, и ни в коем случае мы не должны повторить трагическую ошибку 30-х годов, его надо останавливать. Ну и вот это новое осмысление – это результат двух таких концептуальных революций, о которых я с вами говорил, мы говорили с вами последние три месяца. Это революция Макрона, которая началась при выступлении в самые тяжелые темные дни для Украины. Первое выступление было 26 февраля. Ну, почти полгода длилась голодная пауза с оружием, и русские там достигли определенных успехов. Ну, понятно, еще бы два месяца продолжалось, они бы могли прорвать фронт. И вот Макрон предложил выступать с резкой критикой Соединенных Штатов, что они придумывают вот эти красные линии ограничения. Это немыслимая слабость, он восклицал, накладывать на себя ограничения, когда имеешь дело с противником, который ни в чем себе не ограничивает. Вот тогда он заявил, что и потом, давайте все-таки поразгласим цель, что мы хотим в Украине. Вот Франция, и он сказал интересную фразу, не все наши союзники, но целый ряд наших ближайших союзников, мы хотим нанести безоговорочное поражение России. Я готов посылать для этой цели французские войска. Ну, и вот потом прошла эта двухходорочка с Путиным, когда он сообщил, что французские военнослужащие уже там. Но вот по существу Макрон бросил вызов Соединенным Штатам, что они абсолютно не выполняют роль лидера свободного мира, которая традиционно, как бы была, предполагалось, что этим лидером является человек, сидящий в овальном кабинете Белого дома. И он бросил заявку на вот эту роль, на роль лидера свободного мира. И очень позитивный был результат в Соединенных Штатах. Ответил ему, я думаю, этим он вызвал революцию, Регеновскую криваль республиканской партии, которая, во-первых, разобралась своими трампистами в Палате представителей и провела, наконец, закон о военной помощи. А кроме того, они выступили с леской физикой, недостаточной поддержкой Украины администрации Байдена. Возглавили эти три замечательных лидера комитетов. Мы с вами заметили этих людей еще в январе этого года, когда они опубликовали свой замечательный доклад «Путь к победе в Украине». Я с удовольствием напомню этих трех мушкетеров. Председатель комитета по иностранным делам МакКол, председатель комитета по обороне Роджера, председатель комитета по разведке Терна. И мы помним великолепную сцену. Я ее во всех своих пабликах воспроизвел, когда кандидат БакКол явился с картой Украины на заседание Палаты и обрушился на Блинкина несчастного и на администрацию в целом. Просто он показывал, вот Белгород, над которым поднимаются российские самолеты на территории Российской Федерации и оттуда направляет свои глубинные планирующие бомбы, самые страшные и разрушительные на живых кварталах Харькова. Из-за вашей идиотской политики, господин президент, Украина не может, сбивая, атаковать эти самолеты. Все заставили перейти. Вот эта революция, она очень важным результатом привела. Она сформировала очень твердое, двухпартийное, проукраинское большинство в обеих палатах Конгресса. 80 против 20 в Сенате и примерно там 370 на 60 в Палате представителей. И, кстати, это большинство, оно не изменится и после выборов. Примерно те же люди будут избраны. И это большинство, оно очень резко критикует Байдена за недостаточную поддержку. И заставило, заставило дедушку Байдена отказаться от целого ряда вот этих своих последних красных линий. Ну, в это же время, мы помним, были переданы дальнобойные, дальнобойные этапсы. И, наконец, последние вырвали буквально из дедушек, сопротивляющего дедушке Байдена, вот этот отказ от запрета идиотского, совершенно морального запрета украинцам использовать американское оружие для удара по объектам на территории России. Ну, вот в результате, мне кажется, сложилось такое сейчас очень позитивное разделение труда на ближайшую перспективу между Соединенными Штатами и вот этой коалиции обвели, коалиции желающих, которую создает Макрон. Дедушка Байден никогда не пойдет на последнюю красную линию. Он не сможет послать американских военнослужащих в Украину. Но Америка делает другое очень важное дело, которое может сделать только одна она. Это снабжение текущее украинской армии снарядами для артиллерии, ракетами для противовоздушной обороны. Это необходимо в таких масштабах, на которые у Европы нет производственных мощностей. А сейчас как раз ситуация на фронте резко меняется. Чуть не каждый день просто пошло это американское оружие. Ну, это замечательно. Пусть американцы справляются с этой будничной, ежедневной работой поставки такого хлеба войны, оружия, артиллерии для поддержания стабильности на тысячекометровой линии фронта. А вот коалиция Виллинг, она займется более содержательным делом. Она будет реализовывать сценарий «Победа Украины», которую вот я анонсирую, артикулирую в каждом своем выступлении. Я напоминаю, еще раз повторю, что уже надоел слушание, но я повторю, буду повторять до тех пор, пока он не очнется, а шляться на практике. В украинской войне две составляющих. Одна – это длинная линия фронта, такая, действительно, патовая, как писала, заложенная ситуация. Ни одна из сторон не может сделать крупного прорыва. Было две возможности. В 22-м году, летом, во время наступления Украины, если бы тогда было все оружие, которое уже есть сейчас, то Харьковско-Херсонское направление закончилось бы разгромом в Российской армии. И была обратная возможность у русских несколько месяцев назад, если бы не эти революции Макрона или революционных республиканцев и блокада, трампистская блокада, оружейная блокада Украины продолжалась, русские могли бы прорывать фронт. Теперь это захлопнулось навсегда. Но есть вторая составляющая, вторая составляющая, уязвимое место русской вооруженной машины – это Крымский полостов. Даже в самые тяжелые месяцы вот этого оружейного голода Украина добивалась там превосходства. Мы выбросили Черноморский флот из Черного моря, он уже не Черноморский. Ну, может, считать, и уже не флот, а флотили. И методично уничтожаем там авиацию. Так вот, ключ к победе – это 100-200 западных современных самолетов. Не обязательно F-16. Макрон нам обрешает миражи, а будут и не только миражи, а будут и английские, британские тайфуны, и шведские риппины. Вопрос идет о преодолении последней, самой нелепой и дурацкой красной линии, которая казалась такой романтичной, даже и не воспринималась, как какое-то ограничение. Но мы же два года ждем, что замечательные украинские пилоты пройдут обучение, вот они и вернутся в небо родной Украины за штурвалами западных самолетов. Ну, во-первых, выяснилось, что это обучение довольно длительное. Ну, максимум их будет, ну, по оценкам, которые до нас доносятся, примерно 40 украинских пилотов прошли такое обучение. Но дело же в том, что нужны не отдельные пилоты, в отдельных самолетах. Нужны слаженные боевые подразделения. Ведь на одного пилота приходится еще несколько человек, техников, механиков, диспетчеров, людей, обслуживающих аэропорты. Хорошо уж, конечно, что будут участвовать украинские пилоты. Это символично, замечательно. Но исход войны могут решить 100-200 западных самолетов, в большинстве, которые должны что-то драковалять. Нужно просто послать действующие боевые подразделения французских военно-воздушных сил, британских военно-воздушных сил и шведских военно-воздушных сил. Они готовы к этому. Вот, давайте посмотрим на заявление, которое каждый день делает Макрон в последние дни, ну, включая вот те международные саммиты, о которых мы говорили. Он говорит, во-первых, я собираюсь послать Францию миражи. Во-вторых, он повторяет, я собираюсь послать Францию французских технических военных специалистов. Это он говорит через запятую. Давайте я перейду с французского на русский вот эти два предложения, объедини их в одно. Я собираюсь послать французские военные самолеты с французскими военными летчиками за их штурвалами. Вот это шаг последний решающий, которым уже, собственно, является логическим продвижением всей этой доктрины Макрона, всего того. Алло, алло, Андрей Андреевич. Так, вы потеряли меня, да? Алло. Да-да-да. Я здесь. Что последнее было слышно в эфире? Вот там вы говорили, все было слышно, вы говорили о том, что у меня тут были какие-то нюансы, вы говорили о том, что французские самолеты готовы лететь. Да. Вот это коалиция живающего готова именно на этот шаг. Ну, очевиден, это сценарий победы, которая лежит на поверхности. И главное, вы посмотрите внимание на всю риторику Москвы. Она уже смирилась с этим сценарием, ведь все угрозы, я уже об этом говорил, они касаются этих самолетов. Да, мы будем сбивать, мы будем уничтожать французских и британских летчиков, мы будем там трупы отсылать в Париж, в Долу пойдут на демонстрацию к Макрону. Мы будем наносить удары по аэродромам в Румынии и Польше. Все это замечательно. Они уже смирились с тем, что ядерное оружие они применять не будут. Почему Путин специально снижает вот этот уровень угрозы ядерного? Потому что ему надо объясняться, он бы с удовольствием пугал Запад, он бы продолжает еще пугать параллельно. Но ему возникает проблема своим зет-патриотическим быдвам. Зет-патриотическая быдва недовольна. Она задает вопросы. Почему мы не используем ядерного оружия? Вот он изображал этот спектр с Карагановым устроен именно для собственного быдва. Он их успокаивал, что да, нет, Путин говорит, нет необходимости, нет, нет, нет. Мы на конвенциональном уровне одержим победу. Ну вот пусть он им объяснит то же самое, когда западные самолеты появятся в воздухе. Андрей Андреевич, я хочу вас спросить еще по поводу саммита мира. Как ни странно, но российская пропаганда объявила на российскую победу, они так и заявляют, что мы растоптали на Запад, геостратегическое поражение нанесли западной коалиции вместе с Китаем. Ну вот тут особенно мне нравится вот это вот уточнение, что вместе с Китаем, оказывается, они вместе с Китаем все это делают. Ну и в целом, вот я убежден, что саммит мира прошел успешно, потому что да, там конечно же слова и декларации, но за словами и декларациями идут, нет, не идут, а летят самолеты. Собственно, то, что вы и сказали. Кстати, декларация. Вот, ведь не случайно Украина и Швейцария как организатор подчеркивали, что на этом самом деле будет рассматриваться прежде всего три из десяти пунктов Зеленского. Три это энергетическая безопасность, прежде всего ситуация вокруг Запорожской атомной станции, продовольственная безопасность, это и судоходство, свободное судоходство в Черном море, и третье это гуманитарные вопросы, связанные с преступлением России по похищению детей, и необходимость обмена пленных по формуле все на всех. Так вот, я внимательно прошел декларацию, восемь стран мира подписали, вот по этим трем пунктам, но это абсолютно стопроцентная поддержка Украины, даже не поддержка, все выражено самыми жесткими украинскими форумами. Что касается общей идеологии, то в преамбуле декларации проглашается принцип территориальной ценности Украины. Ну, можно долго радоваться тому, что Китай не участвовал, и там Ирак, Иордания в последнее время сняли свою подпись. Но если говорить о подписантах, я бы обратил внимание на интересную вещь. У декларацию подписали все члены НАТО. Турция, Венгрия, Словакия, еще большой друг, Россия и Сербия, между прочим, тоже ведущая переговора вступления в Абрагде, крупнейшее поражение России. Это все, на кого она опирается. То есть, вот эти страны, несмотря на свои особые позиции, иногда на некий флирт с Москвой, они очень ценят свое членство в НАТО. Вот я не ожидал, например, что Венгрия, Индии и Сербия подпишут декларацию. В целом, конечно, это громадный успех Украины, не говоря о неформальных общениях и тональности выступлений лидеров. Но там же были и Макрон, и Трюдо, и Шольц. Но вот это... Мелани. Да, кстати, тогда мы хорошо, что вы запомнили этой замечательной женщине. Вот раздается тоже шум на российских болотах. Какой замечательный успех правых депутатов. Вот правые идут к власти, теперь они потребуют прекратить помощь Крэйни. Позвольте, Мелани как раз лидер правого большинства. Лучшего друга у Владимира Зеленского нет, чем она. в Голландии традиционный успех правых, там харизматический лидер, я, к сожалению, забыл его фамилию, но вы понимаете, о ком я говорю, он очень... Как раз он критиковал голландское правительство в плане лояльное по отношению к Украине за недостаточную поддержку к Украине. Ну и мы так много говорили о Макроне, то необходимо сказать госпожа Ле Пен. Да, партия Ле Пен достигла успеха на выборах в Европарламент, но это не самые главные выборы. Макрон реагировал мгновенно, как настоящий боец. Он предложил Ле Пен через две недели встретиться на парламентских выборах, где... потому что на выбор в Европарламент ходят в основном фанаты отдельных партий. Вот все фанаты партии Ле Пен, они пришли, а основная масса со стороны Макрона не было. Поэтому, во-первых, не факт, что партия Ле Пен выиграет парламентский выбор. Просто, ну, что значит выиграет? Она на Европейство получила 30%. Я не думаю, что вот этот харизматический молодой человек, который у меня появился, Бердельер, кажется его фамилией, вряд ли он станет премьером-министром. Там будет какая-то сложная конфигурация. А во-вторых, если он и станет премьером-министром, никуда не денется Макрон. Он по Конституции Франции вопросов, как раз вопросы обороны и иностранной политики это функция президента. Ну и наконец, это самое приятное на закуску. Вы видели, мы все видели выступление Желенского во Французском национальном собрании. Так вот, в первых рядах людей, устроивших эмаловацию из строя, после выступления была госпожа Ле Пен. Она очень долго хлопала украинскому президенту. Это означает, и да, и она несколько раз публично высказывала поддержку Макрона по его позиции в Украине. Ее много разделяет этих, поэтому вот этот словечко «Ерек правая», мне нужно разбираться, что за правой и в чем ее, их правость. Вот по партии Ле Пен бросает вызов Макрона ни в коем случае, ни по вопросу Украины. Мер просим, та же ситуация в Великобритании. Тоже радуется. Вот придет и барист, и куда же денется позиция проукраинская Сунак. Она не денется, но и баристы тоже поддерживают Украину. То же самое и во Франции. Единственная партия антиукраинская, но она не условно называется «Правая», это просто стопроцентная путинская агентура. Это так называемая партия-альтернатива для Германии. Я не знаю, что это за немцы. Они все говорят на хорошем русском языке, такого лубянского оттенка. Это альтернатива для Германии. Это совершенно особое явление. Они там на зарплате работают. Ну, кстати, там тоже фальш российской пропаганды. Они отмечают радостно. альтернатива для Германии на выборах в Европейской параде обошла на 1% партию Шольца. Да, обошла. Шольц получил на выборах в Европе 15%, а альтернатива Германии 14%. Громадный успех русской агентуры. Но почему-то забывают сообщить, что 40% получил Христианско-демократический союз, который каждую неделю вносит в Бундестаг резолюцию, требуем немедленно предоставить Украине дальнобойные ракеты Таос. Так же, как я сказал, что в Соединенных Штатах обеспечен двухпартийный консенсус в пользу Украины, не завичивающий от того, кто будет будущим президентом Соединенных Штатов, так же консенсус установлен и в Европе. И он, кстати, опирается и на неизменные оценки про-краинские и по вопросам общественного мнения. Кстати, возвращаясь к тому же вопросу. Андрей Григорьевич, давайте сейчас вернемся, я просто все-таки вставлю это. Он этого добился, он убедил вообще всех, что он Гитлер современности. Продолжайте, извините. Да, нет, Путин это Гитлер сегодня, да, и самолеты придут, это теперь совершенно ясно. Но я вернусь к Америке. Ну вот, казалось бы, вот эта революция эггановская, ну что они сделали? Они, похоже, что они заключили я не знаю, молчаливые, может, четкую артикулированную сделку с Трампом. Они убедили Трампа убрать всю эту шваль свою, которая там всех этих террор гринц, бешеных баб и якобы мужского пола персонажей, которые бегали по телевизионным студиям, по палатам, кричали, что Украине нельзя давать никакой помощи, они все разворовывают и так далее. но вот он заткнулся, они как бы заключили сделку, ты заткнешься, а мы скажем, мы признаем, что у тебя большинство избирателей съезда, и мы поддерживаем твою кандидатуру. Как та же Ники Хелли, это было частью собственно этого договоренности с Трамп, она сказала, да, у меня очень много разделяет моих разглядов с Трампом, но Баден настолько чудовищен, что я, пожалуй, буду голосовать за Трампа. Вот, но он же не выдерживает даже, вот, для меня загадка, вот попробуйте ответить, а какого хера он все время держится за Путина и вот все время позволяет себе эти антиукраинские выпады. Нет, для него в этом нет никакой электоральной ценности, он только портит отношения с очень влиятельными членами Неспубликанской партии. Нет никакого давления снизу. Вот то быдло, которое бегает на его митинге, где оно вообще не знает, где Украина, то есть никакого давления, никакой политической пользы ему его антиукраинская позиция не может. Почему он так тщательно ее придерживает? Вот, казалось бы, его уговорили с публиканцем, заткнулся, но он не может, ему еще надо быть избранным, он не может позволить сейчас выступать против того же Макоа, Роджерса и Тейра. Но прорывается у подлеца, прорывается. Вдруг откуда-то он встретился с премьер-министром Венгрии. Я уверен, что он не знает такого названия страны Венгрия. Вот Польша это максимум, что он знает. Откуда-то он откопал Орбана. Для чего он сейчас? Он встретился с Орбаном, чтобы после этого взяла. А вы знаете, мне Орбан рассказал, что не надо помогать Украине, Россия все равно выиграет войну. Или вот на днях никто его не спрашивал, он снова вылез и сказал, взял уже как бы зловещую звучащую фразу. Но она звучит так же зловещая, как путинский как только я прекращу всякую помощь Украине даже задолго до своего вступления в Белару. Как только я выиграю выборы немедленно 6 ноября прекращаю. Ну, во-первых, я не знаю, как он прекращит 6 ноября, но во-вторых, я сказал, что это никогда ему не позволит сделать двухпартийное большинство в Конгрессе. Но вот все-таки, чтобы полностью исключить всякие неожиданности, надо, я думаю, что и вот регеновское большинство Соединенных Штатов и коалиция желающих Макрона, они сходятся в том, что вопрос войны с Украиной нужно решать очень четко и безоговорочно задолго до 21 января 2025 года. Кто бы там ни был президентом. Я вообще, мне, впрочем, я повторю свою точку зрения. Я не уверен вообще, что я не могу сейчас вот сто процентов сказать, что в Британии для голосования будет два человека Байден и Трамп. Можете не навозить, но я с большим интересом жду дебатов этих двух титанов. Это вообще беспрезидентно. Дебаты кандидатов президента в июне месяце. Обычно это происходит в сентябре-октябре, когда кандидаты уже в 20 язвы партии. Но я думаю, что на американцев произведет это большое впечатление. Они убедятся, какие два ничтожества претендуют на высочайшую должность с регионами штатов. Я думаю, это может привести к серьезным политическим последствиям. В любом случае, будущие историки отметят выборы 2024 года как, конечно, феноменальные, когда два человека в наименьшей степени подготовлены к тому, чтобы быть лидерами свободного мира. Причем в какой момент? Когда те литератарные режимы России, Иран, Китай, они объявили как бы войну в той или иной степени с резону мира требуется решительный лидер свободного мира и Америка выбирает между этими двумя, ну, я не знаю, как, очень сомнительными персонажами. Внимательно следите за дебатами 17-го и 27-го июля. Важны не Байден и Трамп. Важны вот эти тенденции в западном общественном мнении и в западном политикуме и европейско-американцами, которые сводятся вот к этой простой формуле Путин это Гитлер сегодня и ни в коем случае нельзя повторять ошибки 30-х годов. Значит, нужно, что такое 100-200 самолетов? Вы знаете, это 1%, это меньше 1% из арсенала боевых самолетов стран НАТО. Вот эти самолеты, конечно, будут выделены для того, чтобы решить эту проблему нового Гитлера. Андрей Андреевич, я вот вернусь к своему вопросу. Действительно, очень забавно начали звучать. Ну, во-первых, пропаганда поет оды китайскому руководству, китайской пятитысячной или шеститысячной, семитысячной истории. И вот всегда они добавляют, мы и Китай всех переиграли. А откуда вот это вот чувство второсортности появилось в Российской Федерации? Да, это очень простой комплекс. Был такой, я же человек старый, я в Петровиче Сталине еще жил. Я помню, когда мы были пионерами, был такой албанский ворч Энвар Ходжа. Вот он прославился, очень понравился в Кремле, потому что он каждый день повторял, нас с Советским Союзом 201 миллион. По-моему, вот то, что делает сейчас российское руководство, вся политическая элита, она все время повторяет, нас с Великим Китаем это полтора миллиарда человек. Вот это единственное, чем осталось им гордиться. Ну, повторял же Путин вот на этом самом странной встрече за спинами военнослужащих, что мы говно, мы, я вообще тут, как же я его определил, сморчок под пледиком. Андрей, мы никто, вот у них и осталось единственное, что нас с Великим Китаем полтора миллиона еще. Ну, Китай согласен с тем, что он переварит эти 140 миллионов всех, он их и переваривает. Но, вот если вернуться к саммиту мира, отдельная позиция. Ван И в Нижнем Новгороде вообще заявил, что мы будем делать свою, более статусную, более правильную конференцию мирную по Украине. Вот, ну, понятно, что в этой войне китайские наши друзья, они просто соревнуются с американцами, и их судьба, особо наша судьба, мне так кажется, не сильно это интересует, если вот так вот честно сказать. Нет, она интересует, их Россия интересует как пища, понимаете, они уже знают, что Россия потерпела поражение, и вот у них, понимаете, если вы позволите, по Китаю, у них две задачи надо все решать. Во-первых, им нельзя так резко порваться американцами, ну, вот этот двухгодичный опыт, поэтому, постоянно покажут, что без американских инвестиций, американских технологий, все это китайское чудо, и оно сваливается. А с другой стороны, и поэтому они не будут приемых поставок оружия, ну, как-то будут маневрировать. Но полностью оттолкнуть Москву им не выгодно сейчас, потому что Москва же на крючке, она идет каждый день, Путин принимает шаги, все более подчиняющие Россию, особенно ее дальневосточную, да и всю себе влияние и власти Пекина. Путин, он ведет, так сказать, предпродажную подготовку России, ну, после поражения Китай это все оформит административно и юридически. Россия сейчас уложится уже в состав Китая, и вот сейчас, ну, мы же смотрим с вами этих самых российских пропагандонов, пропагандонов часто выскакивает, а вот Китай, Китай почему нас не поддерживает, да вообще китайцы, они нас поглотят, они нам может быть еще хуже, он понимает, что эти наши настроения нельзя подогревать, сейчас резко оттолкнуть Путина, значит, вот сорвать с крючка в последний момент, а так уже Китаю ничего не надо будет делать, переваривать Россию, она себя сама к дню своему поражению, она сама уже полностью растворится в Китайском океане, и нельзя мешать этому процессу, вот я думаю, вот эти два мотива и движут китайцы, так, давайте вопрос, который просится сам собой на плюсы и минусы от Украина-Китайской границы, перенесем на следующий стрим, Андрей Андреевич, я благодарю вас за ваши мысли и за оптимизм, ну, украинской дипломатии нужно думать о своих отношениях с будущим тесным соседом, далеко, надо вперед смотреть, хотя я думаю, что не так уж и далеко, вот появятся первые сотни самолетов и другие разговоры пойдут, другие разговоры, да, вот я последнее хочу поделиться с вами, но меня большое впечатление произвела вот аудитория, вот я смотрел всю эту пленку с Путиным, мне не важно, я не внимательно слушаю, что он там читал по источникам, я смотрел на аудиторию, я рекомендую просмотреть, у них у всех были одинаковые лица, такие опущенные, бесстрастные, такие совершенно скептические, отчужденные, они понимают, они, да, они соблюдали лояльность, но они уже не верили одному слову и меня сначала я подумал, а где же я все это видел, а там вспомнил, да, гитлерская кинохроника, но кинохроника уже весны 45-го года, я даже нашел эту пленочку, Геббельс выступает перед берлинским партийным активом в марте 45-го года, вот такими же рожами перед ним сидел берлинский партийный актив, как и российский МИД сидел перед Путиным. Смотрите, вот если вы хотите ответить на вопрос о состоянии умов в Москве и скоро ли они займутся крысенком, внимательно наблюдайте за выражением лиц на всех официальных съемках и роликах Путина, оно очень показательно. Я даже добавлю, Андрей Андреевич, что вечно танцующая Захарова в этом зале сидела с ощущением, с таким выражением его лица, как будто ей дали закусить исключительно каким-то тухлым лимоном. И это было показательно на самом деле. Ох, какой молодец! А я даже ее не заметил. А у вас не сохранилось ее кадрик? Сохранился. Я вам пришлю. Спросите мне обязательно. Да, как же без Захарова. Замечательно просто. Замечательно. Андрей Андреевич, я благодарю вас. Друзья, не забудьте подписаться на наши YouTube-каналы Андрея Андреевича Пентковского, 24-й канал, ну и мой канал с поэтическим названием Роман Сомбалюк. Андрей Андреевич, до скорых встреч. До скорых встреч. Спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова